Памятник советской эпохи или послевоенный подвиг предков, которые подали сюда свет. Истории села Усть-Козлухи больше двух веков, но именно здесь, 70 лет назад, в деревне началась совсем иная жизнь, можно сказать, светлая. В 54-м в этом округе открыли первую гидроэлектростанцию. Я спросил у своей бабушки, ее первое ощущение, когда она увидела, что вот это вот что-то внутри светится и освещает твою комнату. Она сказала, как же здорово, что теперь можно работать даже ночью. Вскоре после революции в рамках электрификации страны стали решать, как, собственно, можно в города, особенно в села, в поселки проводить электричество, чтобы там везде вот эта лампочка Ильича зажглась. Очевидным решением для очень многих мест стало создание мини-ГЭС, потому что деревня, как правило, это речка. ГЭС возводили 4 года. Для этого изменяли русло реки и делали углубление в гору. Один из строителей станции – бабушка местного жителя Александра, который недавно заинтересовался историей семьи и своего села. Рассказывает, что сведений о том событии ничтожно мало. Практически не осталось и очевидцев. Палки, чашок, гали, рыв, клали, дерно это выкладывали, запружали. Заросшие сейчас луга в 50-е были запружены. Разрыв высоты в несколько метров обеспечивал станцию энергии. У воды оставался один путь. Она шла сюда, как бы под здание, к турбинам. Когда воды становилось много, ставни поднимались, и от них сейчас остались одни деревянные желобы. Турбины, которые были на таком железном валу, они вращались. Этот вал тоже вращал, шкив. Не было же никаких таких больших подшипников. Вместо этого использовалась такая деревянная вкладка. Дерево сохранилось до сих пор. И хотя следы нашествия вандалов заметны, прочность перекрытий на века. Прежнее качество работ сегодня поражает. А в 50-х людей приятно шокировало доступное электричество. Вечером, грубо говоря, на 2 часа и утром, по-моему, на сколько-то там электричество это работало. Хватало, наверное, воодушевиться вот этим делом и как-то продолжить еще дальше трудиться. Мощность ГЭС была небольшой. Спустя 4 года работы ее закрыли. С Казахстана до села дотянули линии электропередач, и станция стала не нужна. Но спустя десятилетия объект решил возродить местный активист. Александр начал с поиска подходящих бревен. 11-метровые найти и привезти было непросто. Но и это не главная сложность. Самое тяжелое объяснять людям, а зачем тебе это надо. Я не хочу восстановить именно ГЭС. Я хочу сделать из этого здания музей. Музей истории села. Музей моих предков. Именно на этом примере. Александр надеется, что найдутся желающий помочь ему восстановить малую ГЭС или хотя бы купить местный мед, деньги с продажи которого как раз и идут на реставрацию станции. Инициатор, правда, предупреждает. Работы будет много, но она окупится. Возродится объект – пример одного из самых светлых достижений советского времени. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.